добрый день всем привет меня зовут деев константин и сегодня мы поговорим о минимальном комплекте для звукозаписи причем мы рассмотрим комплект который необходим именно музыканту который создает музыку и выпускает какие-либо треки они для студии звукозаписи то есть это будет комплект скажем так для домашнего использования и заодно мы сможем посмотреть что же на этом минимальном комплекте каких результатов можно добиться и какого качества звук у нас получается так первое о чем бы я хотел сейчас рассказать это микрофоны микрофонов в моем комплекте не так много из профессиональных микрофонах их всего два и я хотел бы сразу отделить какие микрофоны стоит использовать при звукозаписи какие микрофоны не стоит использовать при звукозаписи значит вот этот микрофон на который сейчас пишется звук это микрофон штайнберг stm 01 его ценовой диапазон примерно в районе 10 тысяч рублей так вот если вы возьмете все микрофоны в диапазоне но наверное до 100 тысяч рублей они все будут построены по одинаковому принципу и различия в их звуке будет минимальными это микрофоны и аудиотехника и микрофоны некогда неизвестные а ныне ставшие популярной фирмы род и даже микрофоны фирмы бэринджер и вот этот вот микрофон скарлетт допустим который идет с картой фокус райда или микрофон который идет в комплекте с ямаховской картой штайнберг они все будут звучать примерно одинаково почему дело в том что все эти микрофоны электретные они обладают небольшой мембраной и работают по одному и тому же принципу дело в том что все конденсаторные микрофоны обладают большей по размеру мембраной и более качественно могут снимать низкочастотный спектр но для чего это нужно если вы собираетесь писать академическое пение голос будет не обработан то есть это будет чистый вокал с акустикой студийного помещения то в этом случае вам потребуется более дорогой микрофон допустим как но и man у 87 если вы собираетесь писать вокал обрабатывать его навешивать на него реверберацию delay если вы используете какие-либо скажем так тональные обработки то есть эквалайзеры если вы используете дабл то в этом случае вам не потребуется более дорогой микрофон вы просто всю эту разницу съедите обработкой как определить подходит микрофон или нет все очень просто вы включаете микрофон ваш тракт звукозаписи то есть в звуковую карту если тот голос вы можете взять пианино акустическую гитару и наиграть просто допустим записать голос и какой-то инструмент фортепиано или гитару если вам нравится как ваш звучит голос без обработки без эквалайзера то значит этот микрофон достаточно качественный если вы слышите разницу большую между своим вокалом и тем что получилось значит этот микрофон не подходит для звукозаписи хочется обратить внимание вот на такие микрофоны фирмы шур это sm58 у меня беспроводная версия pg 58 вот в такой вот большой коробочке у меня поставлялся так вот этот микрофон он для звукозаписи не подходит категорически суть конденсаторных микрофонов в том чтобы передать наиболее точно частотную характеристику без каких-либо искажений так вот динамические микрофоны типа шур sm58 и прочее прочее они в силу свои конструкции не способны передавать ту частотную характеристику голоса у которой она есть они рассчитаны на то чтобы ловить максимально маленький небольшой шарик вокруг микрофона то есть вот вот такой вот шарик если мы возьмем да он улавливает вокруг себя дальше он не ловит сигнал и это хорошо на концертах микрофон будет заводиться по минимуму да если вам нужно участвовать в каком-то лайве в этом случае этот микрофон подходит в любом другом случае ваш голос будет сильно сильно искажен и даже если вы будете пытаться исправить это эквалайзером вы все равно не сможете добиться такого же результата по качеству записи вокала как на самом дешевом микрофоне электретным или конденсаторным единственное что может спасти положение вот именно с этими микрофонами это микшерный пульт с трехполосным эквалайзером и с регулировкой выборки средняя среднечастотного диапазона то есть вот при помощи трехполосного эквалайзера до с добротностью средней частоты вы еще сможете как-то более менее нарулить сигнал который будет похож на естественный но в любом случае это будет не то то же самое вот такие микрофоны как конденсаторные да они категорически не подходят для записи лайва до или для записи для концертных выступлений их там невозможно использовать потому что он ловит все вокруг себя и соответственно акустика начинает заводиться все лишние посторонние шумы попадают в этот микрофон то есть у нас должна быть идеальная тишина помещение вокруг вот у меня сейчас открыто окно и все шумы которые у нас на улице да они точно также попадают в этот микрофон хотя от окна до микрофона расстояние но наверное метров пять и так следующий пункт нашего видео о чем мы поговорим это звуковая карта здесь я взгляну на звуковую карту штайнберг это вот моя звуковая карта которая называется у r22 mk2 аудио интерфейс в данный момент она работает она пишет звук соответственно к ней подключен вот этот микрофон и звук пишется на компьютер что можно сказать о этой карте и о им подобном допустим focus right карточки выпускают они все примерно одного ценового диапазона до стоит в районе ну будем так ориентироваться 12000 рублей в комплекте они могут стоить с микрофоном и наушниками там от 25 до 30 тысяч рублей но ценовой диапазон у этих карт в принципе одинаковый этих карт будет достаточно для того чтобы сделать качественную запись в 24 бита и в последующем чтобы вы могли обработать ее то есть у этих карт достаточный диапазон для работы что же было 20 лет назад когда были не было 24 битных карта и были 16 битные карты давали ли они худший звук я могу сказать что нет при определенных условиях можно было работать с этими картами точно также и получать такой же по качеству звук просто на старых карточках на том поколении которые были 16 битные и были 20 лет назад для того чтобы получить качественный звук вокала вам необходимо было использовать перед входом в звуковую карту обязательно микрофонный предусилитель использовать компрессор и использовать лимитер что стало бы происходить с сигналом при записи необработанного вокала вы бы стали после записи его обрабатывать компрессором стали бы обрабатывать его эквалайзером стали бы обрабатывать его лимитером и диапазон вашего сигнала сократился бы с 16 бит до 13 бит то есть вы получили бы сигнал более грязный что 8-битный сигнал ну наверное никому не нужно объяснять сейчас же когда вы пишете в 24 бита у вас есть достаточный запас по вот этому динамическому диапазону чтобы обработать вокал в компьютере и не потерять ничего в качестве значит что касается именно вот этой карточки штайнберг хочется обратить внимание на два вопроса первое это предусилитель для наушников ни одна карточка которая использует для своего питания юсб и питается от компьютера не позволит вам получить достаточное питание для того чтобы раскачать дорогие студийные наушники даже наушники не 250 а 80 или 50 вы их не сможете прокачать вам будет не хватать уровня громкости то есть вам придется или соответственно выбирать между входной мощностью или выходной то есть использовать переключатель в положении дав или input выкручивать его до максимума вам придется выкручивать мощность наушников на максимум и все равно в некоторых случаях вам будет не хватать этого уровня громкости единственный выход для таких карт которые питаются по юсб от компьютера это использование предусилителя это касается всех карточек и штайнберг и фокус райт и бэринджер все эти карточки будут выдавать недостаточную мощность для того чтобы раскачать наушники значит второй момент на который мне хотелось бы обратить внимание он касается именно карточки штайнберг если вы пишете живые инструменты гитары и что-либо еще выставляйте уровень меньше если у вас загорается красный сигнал до клиппинг на карте лимитер не отработает поэтому никогда не допускайте клипирование чтобы на карточке загоралась красная лампочка это касается именно записи гитар с усилителем high z который увеличивает мощность для именно для звукоснимателей следующий о чем мы поговорим с вами это гитары ну вот это мой любимый инструмент на данный момент времени хотя по форме это стратокастер по звуку он ближе к джаз мастеру потому что у него стоят два хамбакера что касается гитар гитар наверное должно быть много если вы хотите получить разнообразный звук то каждый тип гитары то есть джаз мастер стратокастер телекастер или гибсон они все будут давать разные по тембральные окраски звук если вам нравится какой-либо тип звука и вам его достаточно то в принципе вы можете записать альбом на одной гитаре чем отличаются стратокастеры они отличаются своей универсальностью причем трехсингловые стратокастеры это наиболее универсальный инструмент у хамбакера будут чуть-чуть подрезанные высокие частоты и поэтому на этой гитаре она уже не будет столь универсальной то есть как минимум в вашем наборе должна быть одна электрогитара одна акустическая гитара в моем случае это ибанэ с нейлоновыми струнами и если мне необходимо сделать звук акустической гитары на ибанэ с нейлоновыми струнами такой звук я не смогу получить мне приходится брать микрофон подключать электрогитару снимать звук со звукоснимателей и дополнительно вот этим микрофоном я снимаю звук струн и звук скольжения по струнам звук ударов по струнам и дальше смешав звук со звукоснимателей и звук полученный с микрофона я могу получить звук акустической гитары бас-гитара здесь без вариантов и наверное бас-гитара наиболее важный инструмент потому что на нем будет заметна его стоимость то есть чем более качественные звукосниматели и более качественная бас-гитара тем более низкочастотным и тембрально окрашенным будет вас ваш звук то есть если на акустической гитаре и на электрогитаре вы можете выйти за счет обработки то бас-гитара это наверное наиболее дорогой инструмент который должен быть в вашей коллекции вот что касается обработки гитар и здесь наверное я чуть-чуть затрону тему плагинов старайтесь использовать самую дорогую обработку и самую лучшую самую передовую на доступную на данный момент то есть я к примеру использую плагин Amplitube 5 он считается одним из самых лучших да и наверное самым лучшим плагином среди тех которые производят обработку эмуляцию гитарных кабинетов у меня стоит cs-версия это бесплатная версия у меня там есть усилитель маршал усилители fender несколько вариантов кабинетов усилитель orange и басовый усилитель вот этих четырех усилителей которые входят в комплект бесплатные мне достаточно для того чтобы сформировать практически любой звук который необходим что касается ударных здесь то же самое я долго сопротивлялся думал что возможно какие-то ну более дешевые плагины то есть у меня был еза драмер и он был выпуском наверное года 14 и мне казалось что его достаточно для того чтобы записывать свои композиции мои друзья музыканты настоятельно порекомендовали мне использовать не еза драмер а superior drummer самой последней версии и действительно его звук оказался наиболее гибким наиболее качественным и наиболее близким к акустическом к акустически записанные ударные установки я перепробовал различные варианты и ssd 5 и но все сторонние ударные установки которые у нас только бывают вот выпуска на 2022 год я перепробовал все superior drummer оказался наиболее близким к натуральному акустическому звучанию если вы пишете электронную музыку то здесь вы уже не будете ограничены вы можете использовать любые сэмплы которые вам нравятся это касается акустических ударных установок ну что притащил я вот такую штуку называется она монитор ближнего поля тонной на это мой выбор мои мониторы ревиал 502 они ужасно звучат они ужасно передают музыку на них невозможно слушать музыку но они очень честные они передают музыку так как они есть и основная задача мониторов это чтобы вы поняли две вещи значит первое чтобы вы свели баланс между инструментами чтобы вы поняли как у вас звучат инструменты по громкости друг относительно друга чтобы вас вокал не вылезал из фонограммы или какой-либо инструмент не вылезал из фонограммы и второе чтобы вы поняли частотную характеристику вашей дорожки звуковой да значит что касается баланса инструментов по панораме здесь вы не обойдетесь без наушников и свести в акустически неподготовленном помещении с мониторами которые стоят на раз на столе на расстоянии метра друг от друга вы не сможете грамотно расставить инструменты по панораме для этого нужно обязательно использовать наушники и когда вы работаете дома используйте максимально возможное количество средств контроля то есть первое когда я начинаю работать по сведению по расстановке инструментов как что будет звучать сначала я использую мониторы на них я выставляю инструменты по громкости контролирую частотную характеристику после этого вот у меня есть такие замечательные наушники от айфона и при помощи этих наушников я выставляю панораму инструментов и отслеживаю как это будет звучать на 90 процентов прослушивания то есть все люди кто у нас вокруг слушают они слушают в большинстве случаев свою музыку в наушниках айфоновских или наиболее приближенных к ним после этого я обязательно слушаю свою запись на монофонической колонке это наверное второй наиболее популярный вид прослушивания сейчас мало кто слушает музыку на больших колонках на там на мониторах и вы должны обязательно проверить свою запись на моносовместимость именно на маленькой портативной колонке вы можете услышать соотношение баланса голоса и вашей фонограммы всех остальных инструментов обязательно проверяйте на маленькой переносной колонке как звучит ваша по фонограмма значит третий вариант где можно проверить фонограмму и обязательно я рекомендую вам это сделать это автомобильная акустика много людей слушают вашу музыку в автомобильной акустике послушайте как ваша фонограмма будет звучать там ну и соответственно после того как все готово искажение тоже лучше проверять в наушниках то есть если вы где-то что-то не дожали компрессором да и где-то ваш лимитер не справляется а вам нужно вывести на максимальный уровень громкости на мастеринге обязательно тщательно слушайте вашу фонограмму в наушниках и перед отправкой и и в цифровую дистрибьюцию последний этап контроля это я опять включаю фонограмму на мониторах и слушаю как фонограмма звучит на мониторах после всех правок которые я внес еще никогда не доверяйте своим ушам у вас наверняка есть друзья музыканты некоторые вещи вы можете не заметить если вы дадите передадите вашу фонограмму на прослушивание перед отправкой и в цифровую дистрибьюцию 10 вашим знакомым они наверняка найдут какие-то недостатки и пусть это даже будут не композиционные данные недостатки в плане аранжировок а именно технические замечания то что вы могли не заметить обязательно дайте вашу фонограмму послушать другим людям и после этого они обратят внимание ваше внимание на те места которые нужно исправить ну что ж на сегодня это был скажем так небольшой краткий обзор необходимого оборудования для звукозаписи именно для домашней звукозаписи но который позволяет получить качественную фонограмму какие песни пишу я сейчас вы можете послушать вот здесь в примере надеюсь вам понравится подписывайтесь на мой канал поддерживайте его лайками ну а в следующем видео мы наверное поговорим с вами о компьютерных программах и плагинах с вами был деев константин всем пока